Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Виваш, я свадебный фотограф. Сегодня мы приехали в очередной Раслёрский замок. У нас будет такой себе воркшоп свадебный, где мы будем фотографировать пару. Это такой формат свадьбы для двоих получается, где участвуют организаторы, декораторы и люди, которые, в принципе, хотят сделать портфолио. Мне, в принципе, портфолио не нужно, но я всегда за любой движ, за новые знакомства. Тем более, я выбирал пару. Пара должна быть очень симпатичная, очень интересная и с ними будет интересно поработать и сделать для себя какие-то классные снимочки. Вот, у нас будет сейчас утро жениха невесты. Позже будем снимать обед, то есть какой-то такой формат для декораторов, для организаторов. В конце у нас будет фотопрыгулочка где-то на часик, и после этого у нас будет уже церемония. Вот такие форматы воркшопные мне достаточно интересные, и если вам интересно, чтобы я сделал где-то вот такой воркшоп, приехал куда-то, напишите тогда, откуда вы и хотите ли вы, чтобы я приехал, сделал такой воркшоп, познакомился с вами и просто пообщался и классно привел время. Вот это тот замок, в котором будет у нас вся съемка происходить. Друзья, ну здесь реально хорошая локация, что внутри, что снаружи. Я здесь очень часто снимал свальпы и очень интересно здесь. Ну, в принципе, можем пройтись, по-моему, показать немножечко, что тут да и как. Вот такой виноградник здесь. Красивая дверь такая, кстати, внутрь можно было зайти, я знаю, это куда-то и даже сейчас можно зайти. Там очень интересно. Комната, в принципе, вся одинаковая по планировке получается. Ну, идем, я там знаю точно есть классная комната, с отличным светом. Друзья, вот здесь очень круто, хорошо свет ложится, вот и оттуда вот здесь светит, вот очень, очень хорошо рисует. По тебе видно. По мне видно, да? Я так понимаю, на ступеньках будет церемония, вот, и снизу там также есть проход, можно пойти посмотреть, открыто ли там. Все, ну, пооткрывали. Друзья, вот мы и вышли из замка и вот покажем вам вот эту локацию возле замочка. Здесь у нас озеро, здесь у нас в основном очень красивый свет, закатный свет. Если помните мою предыдущую съемочку с Володей Стопчуком и Аленой. Фотографии были сделаны здесь. Ну, пройдемте, покажу вам еще больше эту локацию. Для того, чтобы вообще снимать какие-то кадры, вы должны знать локации, поэтому, если вы приезжаете на незнакомое место, обязательно пройдитесь, посмотрите свет, посмотрите места, чтобы во время свадьбы у вас уже не было вот таких вот каких-то проблем или нюансов в голове, что вы не знаете, где сниматься, какой будет свет. То есть, вы должны быть максимально готовы, если есть к этому возможность. В последний раз мы вот приезжали в Грузию, мы с ребятами поднимались в горы, смотрели свет, смотрели место, где будет церемония. То есть, реально мы были готовы. Вот, например, солнце садится в определенное время, а на конкретно этой локации оно садилось за гору. То есть, чтобы сделать кадры на закате, нам нужно было приехать на час раньше, потому что, если бы мы приехали позже, как приехали некоторые фотографы, у них уже этого солнца не было. Хотя, ну, по таймингу, в принципе, по погоде еще должно было быть, но так как солнце зашло за гору и фотограф этого не знала, это большой, на самом деле, минус для конечного результата. Так что, смотрите локации и максимально готовьтесь, тогда результат у вас будет получаться намного лучше. Если нет возможности смотреть, вы должны вот списываться с какими-то фотографами, знакомиться, спрашивать их, в какое время, на какой локации лучше. Ну, то есть, вы должны вот именно таким образом готовиться или же как-то вот смотреть в инстаграме, самим анализировать. Ну, то есть, именно по интернету готовиться больше. Если у нас будет плохая погода, помощь нам вот такие фонарики BitLighter. Один из них 5000 кельвинов, другой из них 3500 кельвинов. Они очень круто светят, это профессиональные фотофонари и очень часто они хорошо подчеркивают объем, поэтому, если будет нужно, если будет нужно, мы их будем тоже использовать съемочки и вы увидите, какие кадры будут получаться с помощью их. И, кстати, компания BitLighter это мой партнер и если вы захотите купить такие фотофонари, то с моим промокодом ИВАШ такие фонари будут для вас дешевле. И, кстати, возможно, сегодня в конце съемки, если все пройдет классно, мы разыграем один или даже два таких фотофонаря. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, взяли 35, можно пошире угол. Супер! Утро закончилось, сейчас будем снимать жениха. Видите, какой свет на него? Без обьем, а сейчас мы немножко вот сзади отцветим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, вот такие вот постановочные кадры, которые мы сейчас снимаем. Нужно снимать на 135, 100-85, и они тогда выглядят атмосферно, красиво. Что мы сейчас будем делать? Друзья, вот наша невеста в новом образе уже свалилась. И будем немножко подсвечивать. Я думаю, хватит нам фонариков на минут 20, но вообще очень хорошо. Где-то часик, я думаю, беспрерывная работа, он может работать, и это очень классно. Будет круто, я думаю, если мы один из них разыграем, сделаем конкурс. Конкурс на лучшую свадебную фотографию. В общем, все условия конкурса будут прописаны снизу под этим видео. Так что читайте, и победитель с лучшей свадебной фотографией получит от меня и от компании BitLighter вот такую классную штуку. Друзья, взял 35-очку, практически все снимал на 85-ку, но так как нам нужно показать композицию вот цветов, мы будем снимать немножко поближе, более про техно и кадры такие. Смотрите, друзья, вот какую штуку отжали в видео. На что похоже? Это слайдер до гитары. Да это же слайдер, это же... Субтитры сделал DimaTorzok